Эти мальчишки и девчонки посвятили свою жизнь изучению научных дисциплин уже со школьной скамьи. Биология, химия, физика, русский, английский, немецкий языки. За высокие результаты в Олимпиадах по этим и многим другим предметам ребята получили дипломы и памятные подарки. Вы показали высокие результаты, вы продемонстрировали действительно каждую победу над собой. Я 11 классу желаю поступить в те вузы, которые они хотят, добиться тех успехов, которые они для себя нарисовали дальше. Ну а для десятиклассников, девятиклассников я искренне желаю, чтобы здесь в следующем году мы вручали дипломы за заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников. С приветственными словами поздравлений и пожеланий дальнейших успехов на выбранном пути к старшеклассникам образились представители администрации ядерного центра, особо отметив настойчивость ребят в достижении поставленных целей. Уже то, что вы выигрываете Олимпиаду, то, что вы их участвуете, стремитесь в них быть и быть лучше, уже говорит о том, что у вас сформировался характер. То, что без характера ничего быть не может. На торжественной церемонии награждения были отмечены и наставники школьников. Учителя и педагоги дополнительного образования также получили грамоты и ценные подарки. В их числе был и сотрудник ядерного центра Константин Павлунин. В свободное от работы время он занимается с учениками в рамках проекта «Молодые таланты Сарова». Это совместный проект ВНЕФ и Департамента образования в рамках подготовки талантливых детей к Олимпиаду в различном уровне. Глядя на своих воспитанников, Константин вспоминает свои школьные годы. Увлекшись с ранних лет математикой, он тоже участвовал в различных Олимпиадах. Теперь мужчина помогает постигать азы этой сложной науки одаренным детям. Детей, конечно, тяжело готовить, но всё зависит от того, как к ним относиться, какие взаимоотношения у вас с детьми. Это нелёгкий процесс, но мы справляемся. Также на торжественном приёме в Департаменте образования отметили большой вклад директоров школ в поддержку талантливых и целеустремлённых ребят и их наставников. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.